Да, как это такое? Удивительная книжка мне попалась. Новгородские сказки. Вот послушайте. Я прочитаю сейчас маленький отрывок, который я уже вот как бы думаю, что я его сделал для спектакля. И попробую показать, вот как это соединяется с песнями, может быть. Я просто пользуюсь тем, что играю на вот таких небольших залах, в таких каменных аудиториях, которые очень похожи на театральную сцену. Мне это очень нравится. Послушайте, какая прелесть. Эта книга была спасена. То есть, в революцию ее увезли, и в 72-м году только переиздали. И мне ее подарили. Значит, сказали, вот, Миша, это... Я, значит, открыл и так... А что жила на того, мои? Вас в городу-то на водицу шепчут? Не слыхали про то? Наговор на водицу-то целевно становится. Помогат. Вот всего помогат. Сила-то в ней такая. Да вот далеко-то ходить не надо со мной. Это какой случай-то был? Мы со своим стариком-то всю жизнь прожили. Как хорошо-то душа в душу. Прямо не возле его, да. И все-таки у нас ладно так все складывалось. Это все хорошо так. А под конец-то старик-то мой шебушной стал. Сладу никакого нет. Да я-то тоже не промах. Он-то мне сломал, я ему два. Он мне три, ему пять. Так как круговер, прям по всей избе шарахает. Хоть святых вон наноси. Ну невозможно. Сладу нет. Невозможно жить стало. А тут вот два дома-то боговеночка жила. Вот тут. Она встречает меня, говорит, Мария Мьянушка, что ты у тебя со стариком-то нелады? А что ж тут скрывать-то далеко? Я говорю, вот так и так, мол, жизни-то нет, сладу никакого нет. Шебушной стал старик. Она говорит, ты бы сходила на... На грунту, там старец живет. Он на аудицу-то шепчет. Помога-то, говорят, в аудице-то. Может, тебе поможет, сходила бы. Я-то долго не одумал, пошла нахуй. Далеко. Поднимаюсь, а стоит келейка у одного конника. Я в оконышко-то постукотал. Выходит старец. Шупренько такой, поведенышко-клинышко. Говорит, чего тебе, руба? Я говорю, так и так. Уж как прожить-то душа в душу. А старик-то мой стал шебушной. Сладу никакого нет. Прямо хоть из избы святых вон выноси. Ну, нет, невозможно жить. Он говорит, ну, пожди. Пожди, говорит. Сам-то в кельник-то вошел. Да вот как при мне-то с ковшиком вышел? Да на аудицу-то пошепотал. Да перекрестил водица-то, и всклянется-то мне и вылью. Даёт и говорит. Ты когда домой-то вернёшься, Только твой старик начнёт шебушать. Ты водица-то и ты хлебни. Да не сплюнь и не глотни. А так с молитвой-то держи. А у нас как заведено-то было к вечеру чай пить? Я-то на гору ходил и припозднился. Да только-то домой-то порог-то переступаю. И-и-и-и-и, он спечит-то. От души-то, бабы, стрекотухи, Пойду, да, языками зацепиться. Чай-то мы сегодня пить не будем? Я заводица. Да как старец-то сказал, Хлебнула, да не сглебну и не плюнула. А так с молитвой-то держу. Гляжу, замолчал старик. Действует. Помогал ходить-то. Селик. Я её за образатой поставил. А сама-то тороплюсь, Я сама чанить начал. Трубой-то загрохотала. Он, а ты ж руки-то у тебя не оттуда растут. Я заводицу. Он за ругань, Я заводицу. И только-то у нас пошла тишь-то гла. Да, Божья благода. А старик-то мой был, а? О, коса сажет в плечах. Вот вошёл бы, вот эту притолочину-то, Прямо плечом так и выбил-то. Это такую-то мухину Один глоток водицы сдерживал. А Васильевич, это как? АПЛОДИСМЕНТЫ ПРОДИСМЕНТЫ